Вы смотрите новости на канале RTVI. Израиль и Турция готовятся к возобновлению дипломатических отношений в полном объеме. Об этом сегодня написала одна из турецких газет Хуриет, уточнив, что Иерусалим и Анкара договорились о совместном заявлении. В Израиле эта новость положительно отразилась на биржевых индексах компаний, занимающихся разработкой газовых месторождений. Предполагается, что в случае потепления отношений израильский газ будет поставляться в Турцию. Все подробности узнаем у моего коллеги Евгения Савы, который выходит на связь из Тель-Авива. Женя, добрый вечер, вам слово. Приветствую, Лиза. Если все пойдет по сценарию, который сегодня был подробно описан в турецких СМИ, то уже в ближайшее воскресенье, 26 июня, представители Израиля и Турции сделают совместное заявление, в котором будет объявлено о полном восстановлении дипломатических отношений. Я напомню, эти отношения были прерваны 6 лет назад, после штурма турецкой флотилии. Эта флотилия пыталась прорвать блокаду сектора газа. Тогда, во время штурма, погибли 9 турецких граждан, что стало причиной фактических разрыва отношений между Анкарой и Русалимом. Последние несколько лет Израиль пытался восстановить эти отношения, был даже готов пойти на извинения, на выплату компенсации родственникам погибших. Буквально в последние два месяца эти переговоры были более чем интенсивными. Премьер-министр Нитаньягу отправил в Швейцарию и в Англию спецпосланника. И у нас есть возможность послушать, что два месяца назад говорил израильский премьер-министр. Мы придаем большое значение диалогу с Турцией. Мы всегда хотели хороших отношений. И не мы были теми, кто изменил их вектор. Если в будущем предоставится возможность эти отношения улучшить, а с нашей стороны делается все возможное для этого, мы будем только рады. Лиза, это заявление Нитаньягу сделал в начале апреля. После этого, как я уже отметил, были несколько раундов переговоров. И если все же произойдет то, о чем сегодня пишут турецкие СМИ, то у Израиля уже в воскресенье появится новый старый союзник на Ближнем Востоке. Очень важно для израильской дипломатии. Причем против такого сценария, например, не выступает сегодня и Москва. Две недели назад Нитаньягу побывал в российской столице. И на совместной пресс-конференции с российским президентом Владимир Путин публично заявил, что он был бы только рад потеплению и восстановлению дипломатических отношений между Израилем и Турцией. Нужно сказать, что даже несмотря на потепление отношений, блокада сектора газа будет по-прежнему в силе. На это Израиль не согласился. Однако в Израиле отмечают, что готовы на медицинский центр, который будет создан в Газе, причем при поддержке турецкого правительства. Израиль готов предоставлять любую гуманитарную помощь этому центру. Ну и важно отметить, что несмотря на все разговоры, в Иерусалиме сейчас, сегодня не комментируют эти сообщения турецких СМИ. Там предпочитают дождаться следующей недели и только после этого давать свой комментарий. Лиза? Спасибо, Евгений. Евгений Сова о возможном восстановлении дипотношений между Израилем и Турцией.